Моя коллега Татьяна Бур сегодня весь день следила за обновлениями этой скандальной истории. Таня, привет, что удалось собрать? Да, Миша, привет. Действительно, похоже, у Насти Ивлеева есть все шансы повторить судьбу блогеров Лерчика и Елены Блиновской, у которых, как мы помним, тоже в один прекрасный момент начались огромные проблемы с налоговой, со всеми вытекающими неприятными последствиями. Ну и, учитывая контекст, легких решений для нее, скорее всего, не будет. Звезду тревел-шоу «Реол и Решка» подозревают в дроблении бизнеса. И о проверке ее компании первой написала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, отметив, что мероприятие может завершиться возбуждением уголовного дела, а также она поблагодарила полицию, цитата, за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Под Шабашево она имеет в виду ту самую вечеринку, которую обсуждает вся Россия. 20 декабря в клубе «Мутобор» по приглашению Анастасии Ивлеевой собрался цвет российского шоу-бизнеса из тех, кто не уехал из страны. Малолита, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Глюкоза и другие. Технический дресс-код был almost naked. Гости его обыграли, как сумели. Стразы, сетки, кружева. Хозяйка вечера носила бриллиантовую цепочку с драгоценными камнями, как пишут, за 23 миллиона рублей или 250 тысяч долларов. Но ее наряд занял лишь второе место. Больше всего внимания привлек к себе рэпер Васио с его омажем в группе Red Hot Chili Peppers. Утром все это было не только в светских пабликах. Настоящая волна поднялась в Z-каналах, а общественное движение «Зов народа» уже к полудню. Возможно, еще не все участники мероприятия к тому моменту проснулись. А уже было составлено обращение на имя руководителей Следственного комитета, Генпрокуратуры, а также главы МВД с требованием проверить вечеринку на экстремизм и пропаганду наркотиков. И все это во время СВО. Гости Матобора не очень поняли, чем они провинились. Приятного вам вечера, всего хорошего и не реагируйте на хейтеров. У каждого свои заработки. Вот я сейчас петь пойду, а они бедные. Ну что, каждый раз писать в Милявской старая дряхо-жидовка «Давай к себе в Украину». Что-то там еще. А хит какой-то был однообразный, даже не вставила. Понятно, что мир навсегда для нас, для всех изменился. Россия навсегда изменилась. Но жизнь продолжается. Дети ходят в школу, взрослые работают. И сейчас, в преддверии Нового года, люди хотят, знаю, тоже где-то отдохнуть, что-то где-то поделать вместе. Баховать людей за то, что они, простите, куда-то с голой жопой пришли. Но, в конце концов, это их личное дело, их личная жопа. На следующий день была вторая часть вечеринки, куда пускали уже всех тусовщиков за деньги. Полиция пришла без приглашения, но после проверки мероприятие все же состоялось. А Настя Ивлеева записала видеообращение. Да, на второй день к нам приехали сотрудники полиции. И да, мы внимательно отнеслись к их комментариям и внесли все корректировки на месте. Мне было важно провести мероприятие, и я рада, что оно состоялось, и мы это сделали. Более того, благодаря их приезду и присутствию на мероприятии, я была избавлена от угроз повторения ошибок первого дня. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее. И все вырученные средства от продажи билетов во второй день я лично направлю в благотворительные организации. Но волну было уже не остановить. Шум вокруг вечеринки довольно быстро оформился в кампанию по отмене селебрити. Патриотическая общественность разместила петицию с требованием удалить артистов-участников вечеринки из медиапространства. А в телеграм-каналах появилось обращение бойцов с артемовского направления, возмущенных развратом в московских клубах, пока на передовой гибнут люди. Практически мгновенно стали отменять выступления, а их накануне Нового года у артистов много, с участием тех, кто у Явлеевой засветился. Так, Ксения Собчак написала, что директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман лично отменил выступление Киркорова на частном мероприятии, которое должно было пройти в стенах театра, а стоило оно миллионы. Общественник Виталий Бородин предложил отобрать у певца звание народного артиста России. Киркоров объяснялся с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым, а дальше был уже привычный для России парад извинений. Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобные события, оплошность моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России, единственной стране, где я существую как артист и как гражданин. Ваш Филипп Киркоров. Никогда никого не боялся и не боюсь. Родину люблю, и никто не запретит мне это делать. Я прекрасно понимаю негодование наших людей, и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой. Все, в чем меня обвиняют, это вообще в корне не про меня. И это мероприятие не мое отражение. Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид. Я за это извиняюсь. Я люблю свою страну. Я журналист, который работает в России. И хочу, чтобы все знали, что я не хочу вызывать вот это ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или к другим артистам из-за вот такой глупой случайности. Я выяснилась, что не понравилось такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня вырезать из всех существующих новогодних передач. И, наверное, справедливо. А давайте попробуем как-то вместе. Все-таки вместе. И новогоднее настроение сохранить. Извинения и объяснения, во всяком случае, пока не приняты. Телеканалы оперативно вырезают Лолиту и Киркорова из эфиров, в том числе и новогодних. Гендиректор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все», переснимают. Продюсер Максим Фадеев отказался от Натальи Ионовой. Она же певица глюкозы. В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта «Глюкоза» в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта. Прежде всего, музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. Рэпер Васио получил 15 суток и встретит Новый год в изоляторе. Клуб «Мутабор» опечатали, новогодней тусовки там не будет. А Анастасия Ивлеева лишилась рекламных контрактов. Против нее подан также коллективный иск о компенсации морального вреда на 1 миллиард рублей. Она сама записала самое длинное 20-минутное видео с извинениями. Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В ходе обсуждений появляются разные версии того, по поводу того, почему так быстро и такие масштабные проблемы начались у артистов вот этой голой вечеринки. Медиаресурсы, например, пишут, что фото и видео якобы дошли даже до президента. А вечеринка состоялась на следующий день после награждения военных медалями «Золотая звезда Героя России». Также она совпала с другой датой – 20 декабря, день сотрудников органов безопасности. Скандал попал и на страницы мировой прессы. Отреагировали на него и покинувшие Россию артисты. Их еще раньше стали вырезать и банить в эфирах. Но тем временем российские телеканалы режут не только уже отснятые шоу. Некоторые перекраивают и праздничную сетку вещания под более уместный контент. Но главное – все так увлечены и вовлечены в общественное порицание блогеров и артистов, что кажется, будто в России как минимум неделю вообще ничего больше, Миша, не происходит. Таня, спасибо. Спасибо, моя коллега Татьяна Бур была в студии RTVI.